Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, агропаты. Этот вечер был наполнен сюрпризами. Замиранием сердца зал слушал песню о Ялвен. Как позже признался руководитель хора Михаил Турецкий, слова без акцента дались коллективу не сразу. Пришлось репетировать не один день. Своим вокальным мастерством поразила 10-летняя Эммануэль Турецкая. Дочь руководителя популярного коллектива исполнила знаменитую Катюшу. Сегодня, спустя 78 лет со дня написания, Катюша в исполнении юной певицы растрогала и наполнила надеждой всех, кто ее слушал. Песни, написанные во время войны, особенные песни, говорят слушатели. И словно по негласной команде, все как один поднимаются с мест. Зрительный восторг вызвало и соло на ударных инструментах. Память об Атархане Шукенове артисты исполнили вместе с шимкенцами знаменитую Джулию. Со сцены звучала песня из любимого фильма Нурсултана Абишевича «Весна на Заречной улице», а также популярной композиции 80-х-90-х годов. Зажигательные песни на украинском языке и по просьбе зала хор турецкого исполнила русскую народную песню вдоль попитерской акапелла, вызвав шквал аплодисментов. Песня «Весна на Заречной улице» Выписка «Весна на Заречной улице» Я прям вообще отдыхаю по полной программе. Это счастье для всех. Очень понравилось. Мамечательно просто. Аким города Габидулла Абдрахимов поблагодарил хор турецкого за концерт и пригласил приехать осенью на День города. Здесь изображены, как видите, юрты. Я хотел бы пожелать, чтобы вы всегда знали, что в Шепкенте вас ждет всегда уютный, прекрасный дом и широкий достаток. Мы впервые восхищаемся красотой. Хор турецкого уехал, но после вкусия от концерта и невероятные эмоции останутся Шепкентом еще надолго.